Приветики! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы поговорим с вами о красителях для волос, потому что под некоторыми видео я спрашивала вас, будет ли вам интересно, напишите обязательно, какими красителями я крашу волосы. И было пару запросов, поэтому отвечаю. И погнали с того, что я самостоятельно начала красить волосы, как бы это удивительно не было в целях их отрастить, потому что несколько раз мне просто безбожно убивали волосы, так что они обламывались, отпадали. Смотрела некоторых блогеров-парикмахеров для того, чтобы знать, что использовать, а что нет, и поняла, что хуже уже просто не будет. И я действительно начала по чуть-чуть отращивать волосы, как бы феноменально это ни было. И да, напишите, пожалуйста, вы краситесь самостоятельно или же в салоне красоты, мне будет интересно, чисто для статистики, чисто, чтобы понимать. Итак, что же у меня здесь на голове? Раньше у меня здесь был порошочек, порошочек на шестерочке, и даже когда я упрашивала меня сделать на троечке, никто не хотел меня делать на троечке, ибо будет грязно. Я думаю, что просто со мной не хотели возиться, потому что изучая вопрос, я поняла, что на тройке нужно держать значительно дольше, и, соответственно, это время клиента, которое может уже занять кто-нибудь другой, то есть быстренько чик-чик, и все. А потом то, что у тебя там дома отпало, ну, как бы это уже и не вопрос, и парикмахер вообще в принципе. Кстати, подписывайтесь на инстаграм, оставляю вам где-нибудь тут название, как я там называюсь, там я просто каждый день. Итак, и у меня поэтому спецблонд, от порошка я отказалась, спецблонд это супер осветляющая краска, но без порошка. И что я для себя выбрала? Изначально я подсела на краситель спецблонд Велла Калистон в оттенке 12-11. Вот она. Там их есть на самом деле несколько вариантов 12-81, 12-61, все немножко охлаждающие и осветляющие. Но я посидела на ней буквально годик, нет, она отличная, она прям классная. Но потом я услышала еще об одной, решила перейти на нее, поэтому сейчас я все расскажу. Красители, говорю сразу, не самые бюджетные, то есть у меня не было цели подсесть на Estelle, дабы все это было максимально экономно. Нет, я старалась выбрать хорошие по качеству красители, я же все равно получается уже и так дешевле делаю это дома. Почему я еще буду экономить на красителях? Я такая думаю изучу вопрос и выберу максимально хорошие красители, которые подходят. Свой натуральный оттенок волос я вам сейчас прикреплю в виде фотографии, чтобы вы понимали, от чего ориентироваться. Ну, в принципе, вот как мои брови по насыщенности, такие же и волосы, достаточно темные. Действительно, у меня и желтизна постоянно в порошке лезла, и все эти прочие радости. Я долгое время не могла решиться на осветляющую краску, но потом решилась, и пока всем доволен. Итак, Велла Калистон на родном окислителе, на минуточку, на секундочку, 12%, но не пугайтесь, не все так страшно. Действительно, супер осветляющие спецблонды, они обязаны работать с высоким процентом окисления. Для порошка это просто смерть, отпадет все сразу в мойке, как только будете осветлять. Но для спецблонда необходим действительно большой процент, поэтому вот такая вот большущая бутылка объемом в... Сколько у нас тут? Сколько у нас тут? Литр продукта, 12% окислителя родной. Я вот прям по технологии все взвешивала, у меня есть кухонные весы, на которых я все это дело тщательно высчитывала, поэтому я вот максимально грамотна. И реально хочу сказать, что пока вот до того, как меня красили в салонах красоты, и я сама себя... Я говорю, уже говорила в предыдущем видео, у меня хотя бы появился вот объем. Просто они ломались, отпадали, и их вообще в принципе не было, поэтому сейчас вот появилась густота. Я в идеале хотела бы отрастить, наверное, где-то вот такую длину, я была бы очень довольна. Совсем недавно еще было где-то вот так, поэтому я иду к своей цели по чуть-чуть. И действительно самостоятельными окрашиваниями у меня это получается пока что лучше всего. Как бы ни было, это удивительно, да? Ну вот, начала я с этого. Идем дальше. Чем я оттеняла волосы? Необходима действительно тонировка после не только порошка, но и после суперосветляющего спецблонда. Я использовала краситель Фарма Вита, вот такой вот он. Он получается оттеночный, он заполняющий, 9,22 оттенок. Прикреплю мне сейчас фото, он был прикольный, но для меня все-таки немножко темноват. Я вам сейчас скрины с себя прикреплю, вот как это выглядело. Кому-то нравится, возможно, кто для себя такой выберет вариант, и будет прям клево. Ну просто мне захотелось чего-то другого. А перед Фарма Вита у меня был вот такой вот Matrix Color Sync в оттенке 10P. И 10P у меня был на 1,5% окислителя. Тоже что-то мне захотелось чего-нибудь другого. Но сначала начну с того, чем я заменила непосредственно Velo Calistone вот этот вот 12 ряд, который спецблонды. Сейчас продемонстрирую, чем я заменила. И пока пользуюсь уже у меня 3, короче говоря, уже где-то месяцев 7 или 8 мне вот больше нравится все-таки этот краситель. Итак, на данный момент я осветляю свои достаточно темные волосы красителем под названием Kione Tinta Color. Вот такой вот краситель. Найти его в Украине, ну как бы не очень легкая задача была, потому что в физических магазинах, в которых я обычно ходила, покупала какие-либо красители, там просто о таком даже не слышали. А в интернет-магазинах где-то закончились, где-то там доставка непонятно сколько. С горем пополам нашла, добыла, и теперь постоянно заказываю там. У меня в оттенке 15-17. Вот он. И здесь уже, собственно говоря, продемонстрировано, сколько к скольки необходимо смешивать данный продукт для того, чтобы получать нужную консистенцию, для того, чтобы осветлять ваши волосы. Осветляю исключительно только корень. Не выхожу на всю остальную осветленную длину, потому что будет не очень хорошо быть, короче говоря. Это и с порошком тем более работает, но и спецблонды, они тоже достаточно агрессивные, поэтому не стоит, вот как девочки надо делать. Вот протяну немножко и типа почищу цвет, блин, вы так почистите, что потом эти волосы будут чистые, валяться где-нибудь у вас под ногами, либо в ванной комнате, или в умывальнике, короче говоря. Не делайте этого, просто осветляйте корни, хорошо тонируйте длину. Безусловно, перейти к данному процессу, как я начала, это было не очень просто, но я очень довольна результатом, мне нравится оттенок. Вот сейчас вот он такой достаточно с серинкой, даже я сказала бы, нет такой прям наглой-наглой желтизны, которая бывает часто от порошка, знаете, как бывает, осветлил волосы порошком, помыл пару раз голову, и уже это просто какой-то цыпленок, это все как-то выглядит дешево, все очень прям так, ну вы знаете, короче говоря. И я изначально брала, опять же ему необходим, как и Велли Калистон, все названия я прикреплю в инфобоксе, поэтому обязательно переходите и смотрите. И да, не забывайте поставить лайк данному видео, потому что это бесплатная благодарность блогерам за то, что они для вас трудятся. 12% родной окислитель Кионе, вот он, но он у меня закончился, и я подумала, блин, у меня еще осталась целая банка вот эта вот, Велли Калистон, ну не целая, но там больше половины. И, собственно говоря, я понимаю, что по технологии необходимо прям вот идентично, вот родной окислитель, но я все-таки решила даюзать данную банку, и ничем он не отличается от того окислителя, результат абсолютно точно такой же, буду ее использовать, потому что у меня здесь еще где-то вот такой объем, ну типа нафиг, мне еще нужно заказывать кёновский дополнительный. Когда закончится, да, закажу родной, а пока даюзаю вот этот вот. А вообще в идеале, конечно же, необходимо прям вот родной, родной, и все так, конечно, парикмахеры топятся то, что необходимо прям вот самой роднюлечку. И спецблонды мы смешиваем один к двум, соответственно, одна часть у нас спецблонда, и две части у нас окислителя, а при тонировке у нас один к одному, то есть одна часть у нас тонирующей краски, и одна часть у нас, хотела показать вот так, одна и вторая. И вторая часть у нас получается окислитель, ну вы поняли, да? Поэтому пока так, дальше закончится, данный вот продукт 12% буду покупать кёновский родной. Если спецблонд, вот в моем случае, достаточно темными волосами, получается такой вот, не получается, а если его не тонировать, то он будет с оранжевинкой такой. Ну вот и при вымывании вашей тонировочки получается вот не прямо, аж так красиво, хочется чем-то охладить, но и необходимо это сделать, потому что вы все-таки осветлением ваших волос, даже красителем мягким, не таким вот ядреным, как порошок, вы все равно вытягиваете пигмент, и вам необходимо волос чем-то заполнить, для того, чтобы он был более эластичным и более защищенным. Поэтому тонировка обязательно, и для себя на данный момент вот буквально раз или два я смыла, получается, при естественном освещении получается немножко светлее, тоже прикрепим в фотке где-нибудь, как это выглядит. Вот мне сейчас вот этот оттенок безумно нравится, прям балдею. Лучшее, что для себя на данный момент нашла в плане тонировочки, это у нас Matrix ColorSync. Немножко перекособочилась коробка. Вот такой вот, это оттеночный краситель в оттенке 10А, и пока для меня вот этот 10А многие парикмахеры смешивают там 10В, 10П, 10А, для того, чтобы получить какую-то там идеальную-идеальную формулу. Для меня вот 10А оказался намного круче предыдущего, который я вам показывала, прям вот для меня топчик. Он немножко придает, знаете, вот нет этой наглой такой фиолетовой дешманской такой оттеночной дичи, да, нет какого-то сильно-сильно розового. И достаточно хорошо при этом убирает желтизну и делает волосы вот такими немножко карамельными, да, я бы сказала. И, собственно говоря, я не покупала, нет, когда-то давно покупала в первый раз, когда использовала первый оттенок родной, и потом его один раз не оказалось, а краситься мне необходимо было. На полтора мне не хватает насыщенности, на троечке, это у нас что? Это у нас Ennebria, по-моему. Ну, Ennebria, Ennebria, троечка, собственно, смешиваем вот этот вот продукт и вот этот один к одному, и получаем хороший оттеночный такой вот эффект. Минус желтизна, минус какая-то такая прям сильная-сильная медь, и все-таки немножко больше вот такой вот холодинки, больше, ну вот мне прям очень нравится оттенок, вот вы можете его видеть. Опять же, свет, который перед которым я сейчас сижу, немножко искажает, а вот на улице зачастую самый честный свет, поэтому я вам все прикреплю и покажу. Все, показала? Нет, не показала, продукт провал, секунда. Это тот случай, когда я пришла в магазин, не оказалась в моей оттеночной краске, которую я хотела, и я на свою голову попросила, посоветуйте мне что-нибудь, посоветуйте мне, чем вот после спецблонда убрать немножко желтизну, как бы выровнять оттенок. Сообщение опять пришло. Ну, меня же не отвлекает, оно же на экране высвечивается. И мне посоветовали краситель, итальянский, хороший, ты-ты-ты, я такая, ну ладно, давайте, я думаю, ну блин, ну оттеночные красители, ну вот эти вот тонировочки, они же должны быть более-менее все одинаковые, там, ну один чуть холоднее, чуть теплее, тот более карамельный, тот более с фиолетовинкой, но в принципе должно быть все приблизительно одинаково. Нифига подобного, никогда не берите, вот видите, это кератин, колор, что-то там, огромная банка, не за супер дорого, прям нахваливали. Если здесь получается на сколько, 100 миллилитров, по-моему, или сколько, сейчас я гляну, 100 миллилитров, 60, да? Уже, то есть, нужно было задуматься, вот, а стоит этот дешевле, чем этот. Короче говоря, вот этот вот, я не знаю, что с ним сделать, судя по всему, он пойдет просто в урну, потому что ничего он не делает. Девушка мне рассказывала, тут и кератин есть, он там и лечит, и восстанавливает, и убирает желтизну. Короче, я вот как нанесла его, вот со мной никогда такого не было, чтобы продукт вообще не делал ничего. Вот этот краситель, он не делает ничего. Оттенок, на всякий случай, 10-26. Это просто какой-то кошмар, да? Вот он просто ничего, ничего не сделал. Я была расстроена, потому что дело даже не в сумме, которую я платила, да? То есть, я, получается, засела, осветляю волосы спецблондом. После этого мне нужно в этот же день их, ну, то есть, очевидно, что я куда-то на следующий день собиралась идти, там, на работу, или навстречу, или гулять. И, очевидно, что, как бы, я рассчитывала, что я буду выглядеть на следующий день хорошо, и, в принципе, как обычно, после свежей своей краски, после того, как я применила тонирующий краситель. А я выглядела просто, как будто я осветлила волосы, ничего с ними не сделала, они были желтые, некрасивые. Я не вверх ногами держу, нет, это называется BB Coase. Это просто какой-то мрак, не берите, все. Все банки, вроде, перебрала, часть можно выкинуть, потому что хранила для того, чтобы вам продемонстрировать и поделиться с вами. Напишите, пожалуйста, были ли у вас печальные опыты? Нет, напишите, в первую очередь, было ли вам полезно такое видео? И снимать ли что-то еще, если я буду пробовать какие-то еще красители? Как я крашусь? Ну, как бы, просто крашу сначала корни, потом тонирую всю длину. Если необходимо будет это показать, я постараюсь где-то раскорячиться в ванной комнате и показать вам, как я это все делаю. Ну, не очень, конечно же, эстетично, когда ты сам себе там пытаешься часто прокрасить. Делю на зоны, начинаю с затылка, виски в самом конце, потому что они самые нежные, самые травматичные, чтобы они потом имели хоть какую-то длину. А когда меня красили в парикмахерской очень часто, у меня вот здесь вот просто был такой пух. То есть даже вот эта вот колбаска, которая вот растет, височки, вот они самые-самые уязвимые, вот эти волоски. Здесь просто не было вообще длины, то есть у меня было вот такое кудло пуха и все. И как бы это считалось нормально, никто на это не обращал даже внимания. То есть сейчас хотя бы начала расти длина и объем появился. Ну, то есть волосы, они и присутствуют. Я вам тоже покажу, то есть до того, как я начала сама красить. Пишите, будет ли вам интересна волосяная тема, потому что я также очень часто хожу и в профмагазины, смотрю какие-то отзывы, тоже читаю. Касательно продуктов, масел, несмывашек, каких-то мне необходимо питать волосы, потому что все же я хочу вот так. Будем наблюдать, что из этого будет получаться, пока реально это улучшилось. Фотки прикреплю вам, покажу, как было и что это действительно намного лучше. Я вас благодарю за внимание, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролички. И у меня отменилась сегодня девочка, поэтому я собралась такая вся, такая типа помыла голову, накрасилась. И такая собралась выходить, она мне пишет, типа переносится на завтра. Я такая, ладно, пойду тогда снимать видео. Все. Целую, обнимаю, желаю вам хорошего дня. Пишите, если тема волосяная будет вам интересна. И если вы краситесь дома или в салоне красоты и почему. Мне будет интересно почитать, потому что сама столкнулась с данной темой. Все. Bye.